Где здоровье, там спорт! В Восточном Измайлове открыто сразу несколько крупных точек притяжения для местных и не только местных спортсменов. Мы остановимся у этой кузницы чемпионов – легендарного Московского училища Олимпийского резерва номер один. Свою историю это место ведет с 1971 года. Уже через пять лет после открытия его воспитанники впервые приняли участие в Олимпиаде. Тогда в канадском Монреале саблист Михаил Бурцев поднялся на высшую ступень пьедестала, а волейболист Александр Сабин взял с командой «Серебро». Московское училище Олимпийского резерва номер один сегодня – учебно-воспитательное учреждение элитарного типа. Его задача – подготовка профессиональных спортсменов в сборные команды Москвы и Российской Федерации. А еще в стенах училища будущие олимпийцы проходят общеобразовательную программу. В общей сложности местные воспитанники за неполные 50 лет работы учреждения выиграли почти три тысячи наград различного достоинства на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы и России. Я в училище Олимпийского резерва попала в 14 лет. Меня нашел тренер, увидела во мне потенциал, и я здесь оказалась. Прошла традиционное собеседование, когда собирается вся комиссия, и перед директором мы выступаем, рассказываем, кто мы, откуда мы, зачем мы сюда приехали, какие цели, задачи у нас стоят. Ну, конечно, даже сейчас, вот в этом году мы проводили собеседование, наши абитуриенты уже, воспитанники, говорили одно – мы приехали, чтобы стать олимпийскими чемпионами. Дети, ребята уже понимают, для чего они сюда идут. После Олимпийских игр очень стали востребованы все виды спорта. Ну, и, конечно, в том числе и легкая атлетика. Дети посмотрели по телевизору и много-много сейчас начали заниматься спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова